МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть наши интересы были защищены, мы продолжали получать зарплату, которая не уменьшилась. В общем, внимание со стороны власти мы, как работники сферы культуры, всегда чувствовали. Планов по развитию сферы культуры в нашем регионе действительно много, как и сделанного за последние годы. Это касается в том числе и совершенствования библиотечного дела. Очень приятно, что в непростой для страны год 2020, как и в прежние годы, к нашей сфере, к сфере культуры со стороны государства уделялось значительное внимание. Мы чувствовали это и во всем. И книги, которые поступают в библиотеку, их количество не стало меньше. И зарплаты у сотрудников библиотеки, у сотрудников других учреждений, они тоже не стали меньше. И мы очень надеемся, что среди тех задач, которые будут решаться во время проведения Всенародного Белорусского собрания, будет и уделено внимание развитию нашей сферы, сферы культуры и сохранению историко-культурного наследия. Отправляемся в Белгут. Основное, чего ждут в ВУЗе, чтобы на общенациональном форуме обсудили вопрос углубления практико-ориентированности образования и укрепления связи науки с промышленным сектором страны. Мы уже идем по пути единения с практикой. Это практико-ориентированное образование. Очень хочется, чтобы нас услышали предприятия, чтобы поддерживали нас не только как государственная министерская структура, но и как предприятия, чтобы они видели в нас партнеров, что мы совместно могли бы все-таки сделать продукцию более инновационной, более конкурентно способной на внешнем рынке, что сегодня, на мой взгляд, очень важно. Мало того, в таком случае наши студенты будут иметь возможность, поскольку все-таки предприятия модернизируются более быстрее, чем сфера образования, мы бы могли уже на предприятиях их обучать этим новым технологиям, для того, чтобы быстрее сделать движение вперед. Но студенты, которым до окончания университета осталось не так много времени, хотят, чтобы всех обеспечили хорошими рабочими местами и достойными зарплатами. И ведь, правда, первое рабочее место и оплата труда часто становятся определяющими факторами. От этого может зависеть, останется ли молодой специалист в профессии. Лично меня интересует, каким будет наше образование в будущем, также первое рабочее место и на будущее финансовая помощь молодежи. А кем вы хотите стать? Куда хотели бы прийти работать? Я хочу идти по специальности инженер-менеджер на автомобильном транспорте. Хочу в логистический центр попасть. Следующая точка – областное училище Олимпийского резерва. Преподаватели, руководство, наблюдающее за Всебелорусским народным собранием, говорят, что их учреждению особо и желать нечего. Все уже сделано, как для обучения, так и для тренировок. Остальное – за желанием и целеустремленностью спортсменов. А ребята, кстати, весьма амбициозные. Я считаю, что у нас всего достаточно, и наша страна делает все для того, чтобы мы развивались в своих сверхдеятельности. То есть мы тут и живем, проживаем, получаем обучение, кушаем. Все это бесплатно. То есть если человек хочет этого, он этого добьется в любом случае. И тут все предоставлены условия для того, чтобы достичь каких-то высот. А чего хотели бы достичь вы? Олимпийские игры – первое место. На каждого учащегося областного училища Олимпийского резерва государство тратит несколько тысяч долларов в год. Все для того, чтобы наши ребята достойно представляли страну на международных соревнованиях. Мы надеемся на то, что вот это народное собрание мы на площадках тоже обсуждали. Какие-то вопросы в законодательную базу мы вносили, и это позволит нам дальше развиваться. Ну а мы надеемся на то, что Олимпийские игры и наши учащиеся, они тоже будут представлять нашу страну. Поэтому все будем переживать за то, чтобы наш гимн звучал на Олимпийских играх. Жители региона наблюдали за ходом общенационального форума и дома. Наша съемочная группа побывала у председателя Гомельской областной организации общественного объединения инвалиды-спинальники Геннадия Золотарева. Как гражданина его интересуют, какие изменения произойдут в экономике страны и как государство будет укреплять народное единство. Также волнуют вопросы социальной политики, а именно поддержка и всесторонняя помощь людям с инвалидностью. Кроме этого, Геннадий Золотарев хочет, чтобы общественные объединения могли более активно взаимодействовать с властями. Важно еще для нас, общественных организаций, понять свое место, свои возможности и свою готовность участвовать во всех этих процессах. Это очень-очень важный вопрос, который может, конечно, продвинуть решение многих проблем в более скором режиме. Обсуждали темы, которые озвучивались на Всебелорусском народном собрании и на предприятиях. Мы заглянули на Гомельский стеклозавод. Этот год был действительно очень тяжелым для нашей страны. Это была, конечно же, пандемия, которая внесла определенные отпечатки на предприятия в целом. И та социально-экономическая обстановка, которая сложилась в нашей стране. Это пытались, конечно же, как говорил президент, раскачать нашу страну, но это им не удалось, конечно. Почему? Потому что я считаю, что больше людей, которые более патриотичны в нашей стране, которые хотят, чтобы наше предприятие, наша страна дальше процветала, работала. Для нас, для рабочих людей нашего завода, очень важно, чтобы у нас была стабильная зарплата, хорошая работа. Также, чтобы мы, выходя на улицу, не боялись за своих детей, за своих близких. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне и стабильность в мире. Будущее страны зависит от каждого из нас. Для кого-то эта фраза просто клише. Для других – правила жизни. Если каждый станет немного добрее, порядочнее, великодушнее, если каждый будет добросовестно выполнять свои профессиональные задачи и с уважением относиться к тем, кто рядом, тогда будущее будет более светлым для всех нас. Марина Северьянова, Сергей Лукашук. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова